Конвой службы исполнения наказания, подразделения закрытые, журналистов на свою базу пускают только раз в году, в свой профессиональный праздник. Около 70 сотрудников в системе УФСИН сопровождают осужденных по этапу. Из зала суда в колонию, из зоны в медучреждение или до вокзала, чтобы отправить в другой регион. Работа офицеров сопряжена с риском, поэтому на показательных выступлениях они всегда демонстрируют физические навыки. На вопрос, в чем сложность профессии, отвечают не задумываясь. В опасности, в связи с тем, что мы перевозим заключенных лиц, сидящих по стражей, по определенным маршрутам, которые являются секретными, опасность может подстерегать сотрудников как в спецавтомобиле, так и вне его, в зависимости от погодных условий различных. Это дорожно-транспортные происшествия могут происходить, какого-то рода нападения на караула. Инструкции у конвоя не меньше, чем у инкассаторов. Маршруты передвижения засекречены, останавливаться по пути следования нельзя. Только если случится ЧП, машина сломается или загорится. Лет 15 назад такие случаи бывали регулярными, сейчас единичные. Часто происходили поломки. Бывало, что в пути следования приходилось машины и толкать, заводить вместе с осужденными. Всякое было. Сейчас, если машина ломается, у нас есть, назначается караул, временно называется караул, для оказания помощи караулу, который в пути следования. То есть, если произошла поломка, караулу готовность и быстренько выдвигается к ним. То есть, происходит пересадка, бесправимый автомобиль и дальнейшая конвоерная. Сотрудники конвоя должны быть сильными и выносливыми. Этим упражнением с перетягиванием автозака показывают, готовы вытянуть машину с осужденными внутри из любой трясины в случае ЧП. Есть в штате конвоя и четвероногие сотрудники. На них функции поиска запрещенных веществ у спецконтингента, обследование территории на наличие взрывчатки, а еще крупные овчарки могут проводить задержание. Почти за 20 лет существования службы побегов из-под конвоя или даже их попыток не было. Но сотрудники все равно не расслабляются, регулярно проводят тренировки и отрабатывают навыки. Продолжение следует...